Спортивные факты начинаются. На минуту до финального свистка Дмитрий Полос установил окончательный результат. Ростовчанин Полос, кстати, вышел на замену. А вот представитель Краснодара Юрий Газинский в этом матче на поле не появился. Он остался на скамейке. Возможно, Юрий появится в следующей контроле встречи. Ее россияне проведут 9 июня в эту пятницу. Встретимся в Москве с Чили. Ну а потом начнутся уже более серьезные матчи. Матчи Кубка Конфедерации. Мы продолжаем с турниром знакомиться. Он через 11 дней начнется в нашей стране. Обо всех сборных участницах спортивные факты уже рассказали. Сегодня давайте вообще о соревновании поговорим. Кто в нем участвует, участвовал, побеждал. Смотрим и узнаем. Два хит-трика от легендарных Ромарио и Рональдо. 6-0. Разгром Австрии. Торжество Бразилии. Таким был финал первого Кубка Конфедерации. 20 лет назад на стадионе имени короля Фахда в Саудовской Аравии эта встреча произошла. И впервые за эти 20 лет в турнире не сыграет его главный триумфатор. Четырехкратный победитель. Бразильцы не смогли стать первыми в Южной Америке. Этот континент представит Чили. Сборная этой страны дебютирует на Кубке. То же самое можно сказать о Португалии и России. Главным старожилом будет считаться Мексика. Она на турнире сыграет в седьмой раз. Первый блин в 1997 году для мексиканцев оказался комом. А вот второй сложился намного удачнее. В 99-м дома зеленые стали первыми. Именно их представитель, кстати, один из двух главных бомбардиров Кубка. Девять мячей, таков пока рекорд. Его авторы – мексиканец Куатемок Бланко и, опять же, бразилица Рональдиньо. Ни тот, ни другой в России не приедут. Оба закончили карьеру. Но на звездных стадионах хватит звезд. Главное – лучший футболист планеты, уже легендарный португалец Криштиану Рональдо. Немцы привезут на Кубок основного голкипера Барселоны Марк Андре Терштегена. В составе сборной Германии – одно из главных действующих лиц Ливерпуля – Эмре Джан. И три чемпиона мира – Шкодран Мустафи, Матиас Гинтер и Юлиан Дракслер. Клаудио Браво, Артура Видаль и Алексис Санчес представят чилийцев. В общем, громко звучащих имен на июльском турнире будет немало. Но победит не имя. Сильнейшей станет команда «Звезда». Всего лишь три сборные выиграли Кубок Конфедерации. Из бывших обладателей трофея приедет только одна – Мексика. Но не она, наверное, фаворит. Германия, Португалия и Чили – вот на кого ставят эксперты. Россия? На нее хочется поставить болельщикам. И хочется, чтобы россияне сыграли в Сочи. Такое возможно только при одном условии – если наша команда выйдет из своей группы. Причем со второго места. Сергей Сорокин, Константин Перминов, Кубань-24. Кто с кем и когда сыграет на Кубке Конфедерации, это известно уже давно. Но давайте воспоминания освежим. В квартет A попали Россия, Новая Зеландия, Португалия и Мексика. В квартете B у нас Камерун. Он составляет кампанию чилийцам, австралийцам и немцам. Сочинские фишт, я напоминаю, четыре встречи примет. Возможность попасть на них пока есть. В первое, 19 июня, сразятся Австралия и Германия. Сильнейшая команда планеты и победитель Кубка Азии. Во втором сочинском матче, 21 числа, сойдутся мексиканцы и новозеландцы. В сборной Мексики, я напомню, самый опытный участник Кубка Новая Зеландия. Сильнейшая команда Океании. Ну и третий сочинский матч, это 25 июня, вернутся на фишт немцы. Им предстоит сыграть с сильнейшей африканской командой. С Камеруном немцы, чемпионы мира. В общем, битва обещает быть знатной. Ну и четвертый сочинский матч, матч полуфинальный. Участники его пока неизвестны. Возможно, увидим мы россиян. При одном условии, я повторюсь, если они в своей группе станут вторыми. Ну и напомню, что для посещения матчей Кубка Конфедерации нужно, во-первых, билет купить, во-вторых, получить паспорт болельщика и добро пожаловать на турнир сильнейших сборных планеты. Ну а далее мы поговорим о сильнейших юных гребцах. Кубани подводим итоги первенства края по гребле на Байдарках и Каное. В Краснодаре оно прошло. В соревнованиях участвовали спортсмены в возрасте от 14 до 16 лет. Из пяти районов состязались юниоры на трех дистанциях. Больше всех золотых медалей выиграли представители Сараминского района. У них 18 первых мест. По общему количеству медалей равных на соревнованиях не было команди из краевого центра. 32 раза представители Краснодара поднимались на пьедестал. Вторая строчка этого неофициального рейтинга. За брюховецкими гребцами у них 31 медаль различного достоинства. Вообще, знаете, такие прям вот кайф получаешь, когда вот выигрываешь и думаешь, да, я первая, там прям такой адреналин выплескивается, прям, ну, немало сил, конечно, труда вообще прилагается на вот это вот все. Но это того стоит, это достойно. Победители первенства теперь войдут в состав сборной Краснодарского края для участия во всероссийской спартакеаде. Она пройдет в Краснодаре в июле. Когда-то в подобных молодежных стартах участвовал и Павел Петров, конечно же, это кубанский каноист, который завоевал серебро третьего этапа Кубка мира по гребле. Турнир прошел в Белграде, удачно Петров выступил в каноэ-одиночке на 5000 метров. Россиянин отстал от лидера на 6,07 секунды, опередил Петрова немец Себастьян Брендель. Третьим к финишу пришел Матыш Каминский из Польши. Следующим большим стартом, если говорить о российской сборной, станет чемпионат Европы. Он пройдет с 14 по 16 июля в болгарском городе Пловдив. Ну а сейчас давайте с баскетболистом из Краснодара будем продолжать знакомиться. Игрок молодежной команды Локомотива Илья Усольцев о себе, о своем виде спорта в рубрике «Герой недели», я напоминаю, рассказывают. Сегодня он выберет свою символическую сборную мира, в которой, кстати, россиян не оказалось. Леброн Джеймс. Потому что это человек, который на площадке делает вообще все. Это человек, помимо того, что невероятно одарен физически, он еще невероятно одарен баскетбольным интеллектом. Он совмещает в себе умение делать вообще все на площадке выступать, как в роли разыгрывающего, так и в роли лучшего, защищающегося игрока команды, как в роли игрока, который может набирать очки. Еще я бы назвал Коби Брайанта. Ну, он уже закончил карьеру, но все равно. Потому что это человек, который, как мне кажется, олицетворял дух борьбы и желание побеждать такого. Ну, конечно, были же такие спортсмены, но он самый выдающийся из них. Если уж говорить о игроках прошлого, то это Майкл Джордан. Это вообще человек, который поднял вообще культуру баскетбола на новый уровень, который его популяризировал так, как его не популяризировал никто другой до этого. И еще, конечно, нельзя говорить про то, что он был одним из самых талантливых, одним из самых лучших игроков в истории спорта. Теперь, наверное, надо видеть какого-нибудь разыгрывающего. Это Реджин Ронде, ранний Реджин Ронде. Когда он играл в Бостоне, когда он выполнял все функции, которые для меня являются главной функцией разыгрывающего, он не набирал очков. Ну, он набирал мало очков, но он дирижировал атакой и делал... И команда делает то, что он хочет. Пятый номер – это шокеет, шокеет, шокеет. Потому что, ну, тут как бы ничего не скажет игрок, который был настолько одарен физически и настолько талантлив и грациозен при всем своем огромном весе и при всех своих огромных размерах, что я не знаю, будут ли еще когда-нибудь такие игроки. В среду, в четверг и в пятницу в вечерних выпусках «Спортивных фактов» мы с Ильей Знакомец продолжим. Полное интервью спортсмена смотрите в субботу в нашем итоговом выпуске. А выпуск сегодняшний завершен. До встречи. Специальное предложение от Девелопмент Йог. Квартиры с ремонтом за 1 миллион 380 тысяч рублей. Ипотека без первоначального взноса. Материнский капитал. Рассрочка. Телефон в Краснодаре 2555-222. Рассрочка. Рассрочка. Рассрочка.